Всем привет, с вами компания OMZAP. Сегодня у нас на ремонте такой вот автомобиль Santa Fe, 2014 год, дизель 2.2, D4HB. Человек приехал с проблемой, что греется автомобиль в пробках, ну то есть летом он грелся в пробках, сейчас уже не греется, но антифриз постоянно выкидывает в расширительный бачок, у него постоянно бачок полный, при остывании он не забирает обратно в систему и постоянно человек доливает фриз в радиатор именно. Предыстория какая, уже снимали один раз головку блока, меняли прокладку ГБЦ по гарантии, газы идут, система охлаждения, бульбу прям видно, то есть наглядно здесь это уже 100% пробитая прокладка ГБЦ, это у них, ну можно сказать, частое явление. Происходит это по причине, скорее всего, забитых радиаторов, люди по незнанию, может быть, не промывают радиаторы и, соответственно, мотор находится в состоянии перегрева постоянно. Сейчас будем разбирать все это дело, будем снимать головку, отправим ее на опрессовку, на фрезеровку плоскости, также промеряем плоскость блока цилиндров, вот, и уже по результатам диагностики, то есть ровный у нас блок или нет, то есть будем согласовывать и фрезеровку блока. Ну, будем надеяться, что блок у нас живой. Также будет производиться мойка радиаторов, будем разбирать и уже посмотрим, что может быть еще что-то вылезет. Головку сняли, здесь мы видим прогар явный, вот оно черное, здесь у нас газы прорвались из цилиндра, шли, антифриз, это вот это, вот антифризные у нас каналы, так, по остальным, цилиндром у нас все четко. Обычно, ну, как правило, вот здесь перегорает прокладка, вот между вторым и третьим цилиндром, но здесь что-то как-то непонятно, вот на первом цилиндре сгорело. По прокладке что-то непонятно, как будто бы она от двух литров стоит. Непонятно, почему-то все начало ржаветь, такие ржавые следы. Это вот у нас часть получается к блоку. Блок у нас чугунный, он у нас ржавеет. И, соответственно, на самом блоке тоже ржавые прям следы. Непонятно, почему так произошло. Может быть, вода когда-то заливалась. Вот здесь тоже видно прогар. То есть он прогорел и сверху, и снизу, то есть со стороны блока, со стороны головки. Сейчас отмываем все это, очищаем, меряем плоскость блока. Также еще у нас тут случилась небольшая оказия. Там два болтика у нас обломилось. Это свидетельствует о том, что, видимо, болты были перетянуты. Головка собрана. Она прошла фрезеровку, опрессовку. Тоскость отфрезеровали. Сняли, в принципе, не так много, шесть суток. Прессовалась она, все с ней хорошо. Так что еще. В принципе, готова она уже к установке. Новая вот эта вот шина на свечи накала. У них есть проблемка. Вот здесь, в этом месте, изоляция отрезкается. Начинает окисляться контакт. Со временем пропадает. То есть так она звонится вроде, если прозвонка ее прозванивать. Но когда идет нагрузка, напряжение, ну здесь сила только большая, то контакт пропадает. И у вас, соответственно, свечи накала не работают. И в холодную погоду затрудненный запуск будет у вас. Поэтому меняем вот эту вот шину. Свечи я проверил. Свечи нормальны. Они рабочие. Так, здесь у нас прокладочки. Прокладка, как помните, была для двух литров. Здесь 20 было написано, то есть 2.0. Это вот какая должна быть 2.2. То есть мы будем устанавливать правильную прокладку. Обязательно новые болты ГБЦ. Обязательно они одноразовые считаются. Вот. И повторно устанавливать это на свой риск и страх. И раньше давать на то, что он там не лопнет. За время работы никто этого не сделает. Поэтому обязательно ставим новые болты. Блок у нас тоже уже подготовлен. Там плоскость почищена. Отверстия, то есть резьбы, продуты. То есть там масла нет. Ни масла, ни антифриза. Вот. Обязательно нужно их продувать все. Потому что, когда вы снимаете головку, туда затекает антифриз, масло. И бывает, что они прям полные вообще всей этой жижи. И вы когда начинаете закручивать болт, то есть жидкости деваться некуда. А вы все крутите, 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 сжимаете ее. И в итоге может треснуть блок. Поэтому внимательно к этому относитесь. Так. Что касательно блока. В целом, как бы, плоскость у нас ровная. То есть линейку клали. Зазоров нет. То есть даже щуп 0,5. Ну, 5 соток. 5 сотых. Он туда не лезет. Вот. Просветы есть небольшие. Но щуп, то есть 5 соток, уже туда не проладит. То есть блок у нас, в принципе, ровный. Но единственное замечание. Вот в этом месте, где у нас был трогарь, есть такие, как небольшие раковинки. Но, в принципе, они так не ощущаются ногтиметром. Вот. В любом случае, ну, клиенту, ну, сообщили об этом. Вот. Он, как бы, ну, сказал, собираем пока так. Так, если уже в будущем пробьет прокладку опять, тогда уже будем снимать блок и выводить плоскость. Вот. Так что, вот так. А куда тут элементарно там? Я ее один снимал, вообще-то. А? Я ее один снимал, вообще. Не попали. В смысле не попали? Ну, ты говоришь, не попали, не попали. Все, попали мы. Согласно. Так, болтики смазываем. Сейчас возьмем чуть-чуть масла и смажем кончик резьбы и вот эти вот шайбочки. Сейчас затянули первый этап 80 ньютон-метров. Теперь остается еще два этапа. Это два раза довернуть на 120 градусов. Так, тут сразу совмещаем меточки. Вот они, метки у нас здесь есть. Как правильно выставлять? Ну, прайс-пендрой нужно с собой. Вот здесь на зубах есть метки. Выставляем их. Устанавливаем вакуумный насос. Пока у нас клапанка не стоит, будет удобно попадать в эту вилочку. Двигатель уже собран, заведен, прогрет. Проверены уже все жидкости. Масло, антифриз. Течи никаких нет. То есть, снизу смотрел, все сухо, нигде ничего не подтекает, не сопливит. В общем, все отлично. То есть, проблема устранена. Проблем сейчас никаких нет, нареканий нет. Также дополнительно там были работы по подвеске, по ходовой части. Машина полностью обслужена. То есть, можно эксплуатировать длительное время и не париться, что там кто-то сломается. Вот. На этом, в принципе, все. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас у нас на канале. Ждем вас в наших сервисах. Приезжайте на обслуживание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok